Ребят, всем привет! Сегодня я сделаю обзор интересного измерительного прибора, который мне пришел давно, очень давно из Китая. Данный прибор я заказывал очень давно, лет 5 назад. Пролежал он у меня, совсем новый, я им так и не пользовался. Но сейчас сделаю обзор и, наконец-то, будет он участвовать у меня в различных тестах. Это еще один тестирующий, его так можно даже назвать, прибор. В общем, пришел мне, то есть пришел давно, сделаю сегодня обзор на вот такой бытовой ваттметр. Хоть он и пролежал длительное время, но ни капли не прожелтел. Как видите, пластик белый. В основном он нужен для расчета стоимости потребления различных приборов. Ну, допустим, та же хлебопечка, сколько печет хлеб, можно узнать, сколько она потребляет электричества и даже рассчитать стоимость. Тот же самый 3D принтер. Вот сейчас, надеюсь, сегодня сделаем пример и посчитаем, сколько стоит распечатать одну маленькую деталь. Пользоваться этим прибором очень легко, сможет каждый, хоть молодой, хоть пожилой, без разницы. Смотреть все функции здесь очень все легко. Единственное, есть одна настройка, это стоимость. Как настроить, сейчас покажу. В данном приборе присутствует аккумулятор, встроенный для сохранения данных и также для просмотра всех показаний без сети, без подключения. Но так как мой лежал очень долго, аккумулятор разрядился. Сейчас я подам питание и начнем обзор. В первую очередь по корпусу. Пластик очень хороший. Здесь у нас дисплей стоит. Пленочка еще есть, даже не снимал. Четыре резиновые кнопки. Это функции, назначение стоимости и передвижение по меню вверх-вниз. Есть также кнопка сброса, если какой-то глюк. На передней панели розетка для какого-либо устройства, которое вы хотите протестировать, присутствуют шторки защиты от детей. С обратной стороны присутствует вилка, вилка с заземлением и таблица с характеристиками. Это у нас рабочее напряжение, ну то есть измеряемое 230 переменного. Частота у нас 50 Гц. Рабочее напряжение 230-250. Мерить до 16 Ампер и до 3600 Ватт. На дисплее будет показываться у нас от 0 до 16 Ампер. Также мерить до, ну почти до 100. Ну здесь почему-то евро показано, но тут, мне кажется, без разницы. Самих значений нет. Ну и потраченные киловатты и стоимость у нас до 10000 значений. То есть, ну вот по 4 девятки. Ну а теперь давайте покажу вам меню. Ну и как в нем можно что и делать и смотреть. Все загрузилось и на первой страничке мы видим время. Время, кстати, под нагрузкой. Допустим, вы подключите холодильник. Он будет только работать тогда, то есть здесь считать ваты, когда, соответственно, работает только двигатель. При отключении время останавливается и, соответственно, здесь все падает на 0. Ну, время, ваты и стоимость. Пользоваться здесь нужно только одной кнопкой. Это кнопка функции. Нажимаем и переходим на другое меню. Опять остается время. Здесь уже потраченные киловатты часов и сколько дней. Допустим, также вы хотите узнать, сколько у вас в месяц потребляет холодильник. Будет здесь эти таймеры по времени и здесь считаться дни. Ну а здесь уже потраченные киловатты. Дальше у нас напряжение в сети, соответственно, время остается, напряжение сейчас, напряжение переменное и частота. Частота меряется при первом подключении. Допустим, если она изменится во время тестов, во время просто включения в сети, он так и будет показывать 50. Если изменится на 60, ничего. Она меняется только при выключении. В общем, измерение идет однократно. В следующем меню у нас остается время, но уже показывается сила тока амперы. И power factor. Это коэффициент мощности. Для чего он нужен, я постараюсь вам объяснить дальше. Далее попадаем в меню фиксации. Здесь фиксируется low. Это самая маленькая мощность. И следующий high. Это самая высокая мощность, зафиксированная во время нагрузки. В следующем меню мы видим основной дисплей пустой. И внизу опять написано стоимость, но уже киловатт. То есть здесь мы прописываем, сейчас будем прописывать стоимость в вашем регионе. Я не знаю как. Стоимость киловатт. Зажимаем кнопку cost. Начинает моргать. И с помощью кнопки функции мы будем перемещаться по значению. Сейчас у нас будет... Я выставлю по своей платежке. Там у меня получается где-то 4,51. 4 рубля 51 копейка. Вот так. Чтобы зафиксировать, либо ждем, либо нажимаем кнопку cost. Все. Теперь у меня стоимость киловатт-часов выставлена. По традиции буду проверять лампочками. Это у нас 11-ваттная. Это, по-моему, 300-ваттная. Она свеженькая. Она не СССР, она 2016 года. Должно вроде показывать хорошо. Ну, давайте. Первый тест. Так, лампочка у нас загорелась. Ну и что, смотрим. Лампочка у нас вроде как на 11-ватт. Покупал ее в светофоре, но она 7-ваттная. 7,3. Дальше у нас киловатты. Мы еще ничего не потратили, так как работает только одну минуту. Даже одной минуты еще не отработало. Напряжение в сети 219, почти 220. Сила тока у нас 0,051. 51 тысячная ампера. И самая маленькая у нас была 7,2 зафиксирована. А самая большая 7,5. Кстати, вот. Сейчас покажу. Коэффициент у нас 6,3. То есть 0,63. Теперь давайте проверим 300-ваттную лампочку. Вообще, смотрел несколько обзоров. То, что многие говорят, делали тесты, там и на завод носили на таком оборудовании, профессиональном. Делали тесты, проверяли его. То, что значение показывает достаточно правильно. Так, лампочка загорелась. Иду подальше. И смотрим. Напряжение у нас... А, ватт. Вот, 237. Ну, 300 нету, почти 240-250 ватт. Смотрим. Киловатт уже 0,01 киловатт. Потратили. Напряжение просело до 215. Далее у нас потребление 1 ампер. И коэффициент равен единице. Самая минимальная 6,6 ватт. Наверное, когда я только включил ее. И самая максимальная 238. Вот, уже одну копейку мы с вами нажгли. Вместе с этой и с той лампочкой. Вот уже пошла стоимость. Теперь давайте покажу, для чего нужен коэффициент мощности. Для примера, брать хорошо светодиодную лампочку. Итак, включаем ее. У нас получается 7, ну, 7 ваттка она, 7,1. И смотрим. Допустим, у нас есть с вами напряжение 221. И мы знаем силу тока. 0,050. По формуле нам нужно умножить напряжение на силу тока. И мы получаем 11 ватт. Это вот так вот китайцы нас дурят. Но на самом деле, здесь вот и нужен этот коэффициент мощности. Теперь я умножаю на этот коэффициент. 0,63. И в итоге я получаю 7 ватт. Китайцы здесь пишут неправильно. Так как здесь переменное напряжение, формула получается чуть-чуть другая. Я в поиске написал мощность для переменного тока. И как видите, вот он здесь, этот коэффициент присутствует. Но китайцы у нас считают по другой формуле. Поэтому у нас вот так и получается. Сейчас хочу попробовать рассчитать стоимость 3D-модели. И посмотреть, сколько же я трачу электричества. То есть, сколько сжирает, так сказать в кавычках, 3D-принтер на одну детальку, нужную мне. 3D-принтер у меня холодный. И вот я включаю его. Все, пошло время. Включился блок питания. Сейчас потребление всего 8 ватт. Это на дисплей и на блок питания в холостом ходе. Плата тоже, кстати, включилась. Я поставил вот такую маленькую детальку. Будет она печататься всего лишь 12 минут. Разогрев стола будет до 100 градусов. И экструдер будет все время работать на 240 градусов. Показывает 12 минут. Но на самом деле стол-то нужно еще прогреть. Соответственно, экструдер тоже нужно прогреть до печати. Сейчас мы посмотрим, во сколько выйдет эта деталька стоимостью. Стол сейчас работает на всю мощность. Пытается разогреться. И смотрите. Потребление 164 ватта. 2 киловатта сожгли уже. То есть, 0,02 киловатта. Напряжение до 217 просел. 218. Потребление идет 1 ампер. Коэффициент у нас 67. Включился нагрев экструдера. И мощность вырастила до 182. Уже потрачено 9 копеек. Единственный минус у этого вольтметра, ватметра и так далее. Здесь обновляются очень медленные значения. Видите, они скачут. По сравнению с обычным мультиметром, очень тормознутое устройство. Печать закончилась. Прошло 25 минут. Потратили мы 23 копейки. И давайте посмотрим. И 51 ватт. Сейчас будем считать, сколько же стоит вот такая вот деталька. Я посчитал стоимость пластика и вычислил стоимость 1 грамма. Получается 47 копеек. Это стоимость 1 грамма. Умножаем на 1,5. Получается 70 копеек и плюс 23 копейки, потраченные на печать. Получается стоимость данной детальки всего лишь 1 рубль. Ее размеры это сантиметр на 2 сантиметра. Толщина стенок это 3 слоя. И внутри она пустая, без поддержки. Вот такое полезное устройство себе приобрел. Теперь буду тестировать все. Хочу узнать, сколько стоит сайка хлеба в хлебопечке, сколько тратится и электроэнергии по продуктам, по всему. Также очень интересно, сколько будет стоить стоимость одной стирки. Стоимость, я не знаю, в микроволновке, чтобы разогреть тарелку супа и так далее. Тестировать можно что угодно. Если вам интересно, обязательно пишите комментарии. Я, конечно же, сниму такие видосики про хлеб, про стирку и так далее. Пишите, что можно протестировать, и мы узнаем с вами. Ну, а я прощаюсь с вами. Ссылка будет в описании на данное устройство. Может, что-то я пропустил, обязательно пишите. Будет интересно. Не забываем также подписываться на мой канал. Не забываем поддерживать меня. Ну, все. Прощаюсь с вами. Желаю всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok